Отдельный вход, терраса и небольшой участок позади. Большие просторные комнаты, два санузла. Практически свой дом, только в городе. Эти одноэтажные дома рассчитаны на четырех хозяев. Такое жилье строят в Белоярском для многодетных семей. Это большие просторные квартиры, более 90 квадратов. У нас в настоящее время один дом уже в завершающей стадии строительства. То есть ведутся работы по благоустройству, ну и в течение месяца мы будем уже раздавать ключи будущим новоселам одного из домов. Следующий будет, ну скажем так, в августе месяце мы также планируем закончить строительство второго дома, аналогичного деревянного. И уже в этом году, также ближе к концу года, мы будем вводить еще два дома в каменно-блочном исполнении, также здесь на территории микрорайона Нервный. В деревянных домах по три комнаты, в каменных будет и по четыре. Всего пока в планах строительства четырех домов, то есть 16 квартир. Соседи имеют только одну общую стену. Кстати, в этом доме она с дополнительной шумоизоляцией с обеих сторон. Так что при удобстве частного дома это жилье имеет все достоинства городского жилья. Это, скажем так, обычный многоквартирный дом. Просто его и архитектура, и подход, скажем так, немножко отличаются от обычного. То есть с выходом у каждого будет свой выход. Ну и подъезд, и терраса. В администрации Беларского района на учете состоит порядка 80 многодетных семей. Каждая имеет право на ту или иную поддержку. В Белоярском эксклюзивном районе этот выбор самый большой и широкий в Югре. Беларские многодетные семьи имеют не одну и даже не два вида поддержки. Семья может получить земельный участок под строительство, может воспользоваться окружной субсидией на приобретение жилья или приобрести у муниципалитета новую просторную трехкомнатную квартиру. Кстати, окружная субсидия тоже может пойти в зачет стоимости этого жилья. Этот первый дом в рамках муниципальной программы уже совсем скоро будет заселяться. Валентина Иванова, Юрий Орлов. Время новостей. Белоярский.